В южпруденции нет правильных или неправильных ответов. Вы сами сидели, у меня потом лично к вам будут персональные предложения. У вас уже сердце на руку? Нет, на руку. О, Алексей Олегович, здрасте. Я не собираюсь номер на тварь. Вы сказали, что вы не Алексей Олегович. Алексей Олегович, поделитесь успехом перед зрителями. Да, все, все. Официант компании закрыты. Друзья, всех приветствую. Спасибо вам всем за то, что смотрите наш канал. Сегодня по вашим многочисленным просьбам вы увидите продолжение истории про Алешу Яйцечоса. Он же большой мошенник из Казани. И он же мелкий Ябеда, который все жалуется и жалуется на видео. Переживая, что его скоро узнает вся страна. И в этом случае ему не поможет даже смена фамилии. А по информации от наших подписчиков в июле прошлого года, он свою фамилию все же поменял. Как вы помните из итогового выпуска, а кто не смотрел, напоминаю. Это выпуск за номером 118. Нашей клиентке были возвращены всего лишь 66 тысяч рублей. А 100 тысяч рублей Леша прикарманил себе, не сделав никакой работы. Мы, естественно, посетили Лешу снова. Это было 30 июля 2021 года. Но его в офисе не оказалось. Нас принимал все тот же дедушка из третьей части. Пояснений внятных мы так и не получили. И обратились в Невский районный суд Санкт-Петербурга. Где в настоящее время и слушается данное дело. Следующее заседание назначено на 11 февраля 2022 года. В целях ускорения процесса, чтобы не ждать, пока суд сделает запрос, мы 20 января этого года сами приехали в офис этой псевдо-юрконторы. Но так просто туда уже не попасть. Только по записи. Мы записались. Мужчина-оператор сказал нам, как их найти. И в качестве ориентира назвал магазин интимных товаров «Розовый кролик». Наверное, Леха там частый гость. В общем, железная дверь все-таки распахнулась, и мы вошли внутрь. На этот раз Леша был на месте, но уже не в шортах. Разжился где-то костюмчиком. Но суть его не изменилась. Хотя вел себя он уже гораздо спокойней. У него в офисе мы встретили некую Люцию, которая до этого работала в другой юридической шараге на Невском 140, на которых сейчас возбуждено уголовное дело за мошенничество. Это видео за номером 16. Кто не смотрел, посмотрите. В общем, Леха подбирает себе подобных. Обращаюсь к потенциальным клиентам Центра защиты прав населения. Сейчас в судах Санкт-Петербурга слушаются дела по взысканию с них денежных средств за некачественные и неоказанные услуги. Например, в Невском районном суде Санкт-Петербурга слушается 4 дела. В Куйбышевском – 2 дела. Одно дело в Приморском районном суде и так далее. Эта контора зарегистрирована в городе Казани. И, по моему мнению, умирает, и взыскать деньги будет непросто. Может быть, даже придется их банкротить и привлекать к субсидиарной ответственности директора, учредителей и других конечных бенефицаров. В общем, приятного просмотра, друзья! Ну а ссылки на предыдущие части вы найдете в описании к видео. Смотрите нас, подписывайтесь на канал, жмите на колокол, чтобы не пропустить новое видео. А ведь дальше, друзья, будет очень интересно. Вы узнаете, что мы приготовили автосалонам и другим жуликам. Мы снова посетим полицию и прокуратуру, а также администрацию. Покажем вам съемки судебных заседаний. Не всех, конечно, судьи не любят видеосъемку, но некоторые вы увидите обязательно. В общем, 2022 год – это год судебных решений. Погнали! И документы, которые собрали новое лицо. Здравствуйте! Снова мы. К вам с ответом на претензию нам ответили. Надо пообеседовать с кем-то. Ступай, где? Что-нибудь по поводу ответа на претензию? Знакомо, незнакомо? Я знаю одно, что здесь не было центра. Правда, что это? Да. Вот это же Красноу, где работал? А где он работал? У него спросите. А он сам выйдет? А где он встает? А где он встает? Ну, вылезет. А, ну вылезет. Это ответ, который вы прислали клиенту? А, да. Вопрос у вас, Нислав Абдулевич? Подождите. Ага. Хорошо. Мы, как общественный, Нислав Абдулевич, хотели бы господина Красноу, потому что его ответ, поэтому ему держать ответ, так сказать, за это все. Ну, это копия для вас, это оригинал, доверенность. Ну, понятно. Ну, надеюсь, паспорт мы не делаем. Да нет, зачем, мы вам верим. Пожалуйста, мои полномочия его предоставим. Слушайте, а как это, проясните момент? Вот тут директор Власова Алия Махсутов, а у нас в ответе директором указан непосредственно Краснов. По доверенности, он имеет право, на него была организация выдана доверенность, и в предыдущих документах он был, имеет полномочия подписывать документы. В предыдущих, это в каких? До доверенности вашей или после? До моей доверенности. А он после подписал? А он после подписал? Ну и мог, эта доверенность мне подписала Алия Махсутова, она является директором согласно единой выписке. Да, я говорю, а у нас ответ, который есть от июля месяца, он за подпись у Краснова, который директор им указал. Ну, значит, у него есть доверенность и направо подпись. Нет, я поэтому уточню. Доверенность быть директором, такое же не бывает. Бывает только директор, это должностное лицо, это проводится несколько иначе. То есть, это штат компании. Вы мне задали вопрос, я на него ответил. А как вы считаете, что это ваше... Я считаю в законодательстве. Александр Иванович, мы хотели бы просто получить два момента. Первый, это часть денежных средств, которые вы готовы вернуть, да? Вот, потому что вы признаете факт их необходимости выплаты. А второй вопрос... Ну, если здесь написано, значит... Ну вот, я к тому, что до сих пор денежные средства в сумме, которые вы признаете, клиенту не возвращены. А у меня еще такой вопрос. Помните, у нас при ваших беседиях вы обещали нам направить договор, который с вами заключен? Договор, который с нами, он, наверное, есть у вас. Я не знаю, но на почту, насколько одна его не поступала. Сейчас посмотрим. Если у вас есть он с собой? Ну, конечно, есть. А этот вопрос в чем? Мы хотели бы уточнить у вас следующий момент. Именно по оказанным услугам, которые были, соответственно, сделаны якобы вами. Во-первых, вопрос в чем? Почему они разнятся с непосредственно предметом договора с клиентом? Да, потому что, допустим, заявления в Росбанк... Нет, не было как такового. Вот, кстати, договор, по-моему, этого... Удерживая денежные... Я напишу, удерживая денежные средства клиента, вы говорите о том, что якобы они были готовы до момента отказа от договора. Вот, и нам бы хотелось получить информацию, подтверждающую, что клиент эти услуги от вас принял до отказа от договора. Потому что, коль скоро вы их удерживаете, наверное, соответственно, какие-то законные основания у вас есть их удерживать. Вы, наверное, вы доходите все в письменном виде? Ну, конечно, безусловно. Сейчас вряд ли вы, конечно, нам это дадите и сошлете. Вы сейчас нам изложите в письменном виде, мы договоримся с вами, когда мы снова с вами встречаемся, и мы подготовим ответы на ваши вопросы или в письменном виде, или в устных вопросах. Станислав Ильич, по поводу этого разобрались. Теперь я могу вам задавать сейчас готовые вопросы по поводу тех документов, которые вы прислали в качестве подготовленных, из-за которых вы удержали денежные средства, которые выслали клиенту? Ну, я могу вас попросить, чтобы вы дали мне время подготовиться. Вы можете изложить все вопросы, которые вам необходимы. Следующий ваш, вы скажете, когда вы придете, я отвечу на... Вот, Станислав Ильич, поэтому я понял, вот нам бы Краснова либо дождаться, либо еще что-то, потому что, коль скоро, наверное, он подписывал, наверное, он понимал, за что он отвечает, потому что... Я думаю, будет целесообразнее, если вы изложите все ваши вопросы, мы надеемся... Почему мы должны сейчас излагать вопросы по тем документам, которые... Я не говорю, вы ничего не должны. Я согласен. На предоставление документов мы сейчас напишем. Мы хотим получить ответы на вопросы по тем документам... Кого вы хотите получить? Ну, у Краснова, я так понимаю, нам было бы... Я же не Краснова. Согласен, я поэтому вам сразу сказал. Нам было бы логичнее дождаться, наверное, Краснова. Это ваше право. Да. Мы обязательно его дождемся. Вы, я так понимаю, сейчас по существу документов пояснить ничего не готового, которые Краснов нам выслал. Я подготовлю письменный ответ на все ваши вопросы, изложенные в заявление. А кто-нибудь может? Сам Краснов готовил или не Краснов сам готовил? Какой-то, возможно, специалист, который готовил эти документы, нам сможет на них пояснить? Ну, на данный момент, я думаю, что кроме меня, вам больше никто не сможет ничего пояснить. Вот, Владислав пишет, я, если вы не разражаете, задам, ну, как бы... Конечно, я разражаю, это ваше полное право. Как это вижу я. Вы со всем соглашаетесь, все, говорите, все прекрасно, но тем не менее, а ВОЗ и ныне там. В общем, что, как я вижу эту ситуацию. Когда мы пришли в прошлый раз, здесь был сам Краснов. Ну, вы сами все прекрасно помните, это видели, и ролик, наверное, смотрели. То, что вы не видели, вы могли посмотреть ролик. Значит, Краснов представлялся охранником, что странно. Потом Краснов представлялся собственником помещения, тоже странно. Потом он стал представляться директором, руководителем организации, странно. Почему сразу не сказать, что он руководитель? Он говорил, что он эту женщину не помнит, хотя он сам лично ее консультировал в эту женщину, сам лично заключал с ней договор, сам лично озвучивал ей денежную сумму, потому что она нам сказала, что это именно он. Вот. Это тоже весьма странно. На момент нашего визита нам документы, готовые предоставить, не могли, не смогли, потому что они не были готовы, потому что, если бы они были готовы, нам бы их предоставили. А учитывая то, что Краснов скрывал даже, кто он такой, то, как будто бы вырисовывается такая картинка. Я к чему веду? После нашего визита вы отправляете клиентке уведомление о том, что услуг оказано на 100 тысяч рублей. То есть я вижу эту ситуацию следующим образом, что в целях завладения денежными средствами клиента задними числами после нашего ухода, после расторжения договора, а напомню, договор расторгается с момента уведомления, не через 10 дней, как господин Краснов считал, а с момента уведомления. Все. После этого, как только вас уведомили организацию, вы не вправе никакие документы готовить. То есть вы не оставляли? Нет, это наш ответ. Это я к тому, что мы пришли спрашивать по тем документам, которые нам пришли клиенту. У вас-то они есть, конечно. Следовательно, после нашего ухода, после того, как договор был уже расторжен, мы полагаем, что ваша организация занялась подготовкой документов с целью максимального освоения денежных средств нашего доверителя, что в рамках уголовного права может квалифицироваться по статье 159 УК РФ, часть третья. 100 тысяч рублей – это вторая. Но учитывая возраст женщины, я думаю, там... Поэтому я вас призываю к тому, чтобы не заставлять нас писать что-то и так далее и тому подобное, а просто вернуть клиентке деньги. И все. Потому что мы прекрасно с вами все знаем, что если бы были готовы документы на тот момент, они были бы предоставлены, и не было бы вот этого шоу, которое устроил вот этот человек Леша в трусах. А, кстати, он мне рассказывал, что я мошенник там, что мы мошенники, а он сам, кстати, сиделец. 159-я, часть вторая. На сайте Московского районного суда города Казани есть информация в свободном доступе. Также он был судим по 330-й статье, по 226-й, по 227-й статье Уголовного кодекса. И он мне рассказывал, что... По какой статье? 226-227. А какая 226-я? Ну, это там типа ограничения свободы, там они связаны с похищением, там... Это 226-я. 227-я. 127-я. Оговорился. 126-я и 127-я. А, ну, просто я говорю, что... Ну, просто этот тип, и теперь он прячется. И вот он консультирует людей, то есть он их, по сути, он был уже мошенником, он обманывал женщин под предлогом, вот согласно приговору Московского районного суда города Казани, он под предлогом покупки автомобиля получил женщине 250 тысяч рублей, потом кормил ее завтраками, пока она не обратилась в полицию. Потом он ей вернул 100 тысяч рублей, часть денег, наивно полагая, что поскольку частично он деньги вернул, значит, уголовной ответственности не подлежит. И он был приговорен к сроку. Освоение, попытка освоения денежных средств после расторжения договора, это уже образует состав преступления. И вот здесь мы вас просто призываем, давайте решим вопрос. Верните деньги, тем более вы понимаете прекрасно, что даже по договору, который заключил господин Краснов, предмет договора не мешает проблемам клиента. За бешеные деньги, не пойми куда. А банального заявления в полицию, чтобы нашли мошенников, предметы нет. Мы когда увидели ваш ответ, мы были, мягко говоря, удивлены. Удивлены чем? Ну, когда мы с вами беседовали, я думаю, это не для кого-нибудь секрет, мы планировали разойтись мирно, на предмет того, что вы какую-то возможную часть оставите себе, какую-то, знаете, как вы говорите, правовой анализ ситуации, там вся эта ерунда. Остаток вернете. И вроде бы вы, наверное, еще в тот момент понимали, что так оно и надо поступить. А когда мы увидим настолько циничный ответ, что вы считаете, что вы освоили 100 тысяч рублей, а готовы вернуть только 60, я просто удивился на предмет того, что неужели Станислав Анатольевич не смог объяснить, что действительно организация в этой ситуации пока что не права. Это первый момент. А второй момент, что когда я начал смотреть документы, что вы подготовили в надежде увидеть какие-то, ну, мягко говоря, здравые мысли, да, которые есть, я их, к сожалению, не увидел. А увидел то, что обращаемся в суд, да, с вопросом по финансовой услуге, которая якобы говорится по чертшбеку, у вас прямо так и называется, да, возврат денежность по чертшбеку. То есть, по сути, правоотношения в сфере финансовых услуг, а про обращение к финансовому полномочному, как обязательная стадия претензионного порядка при урегулировании спора в сфере финансовых услуг в силу действующего законодательства, мы почему-то не подумали. И, соответственно, исковое заявление подлежит возвращению, как поданное с нарушением права соблюдения обязательного претензионного порядка. Это первый момент. Второй момент, я не понял, из содержания, опять же, документов, я поэтому и хотел у Краснова спросить, почему, во-первых, оказывается, вы берете плату за услуги, которые не предусмотрены условиями договора, заявление в Росбанк не было предметом договора между сторонами, вы за него 6 тысяч рублей взяли. А также тот факт того, что документы, которые были подготовлены, почему-то считают, что банк должен вернуть денежные средства в определенной сумме. Хотя, в принципе, по моему мнению, вины банка в том, что какие-то иные злоумышленники совершили в отношении доверителя неправомерные действия, нет, потому что банк не отвечает за совершение иными лицей мошеннических действий. Вот о чем я говорю. И поэтому хотелось бы спросить, как так, просите деньги за услуги, которые оказаны некачественно? Мы бы, конечно, в идеале были бы рады заявить ходатайство в рамках претензионного порядка о назначении независимой экспертизы. Ну, мы понимаем, что действующим законодательством не предусмотрено возможности предъявления заявления о назначении экспертизы в рамках правоотношения в сфере выполнения работы, оказания и услуг. Но мы все-таки надеялись, что как-то какой-то компетентный сотрудник нам, который готовил эти документы, либо Краснов, который за них подписался, ответит на вопрос, почему именно так. Может быть, мы с чего-то недопоняли. Вы прекрасно понимаете, у нас еще пока нету такой экспертной службы, которая могла бы оценивать степень профессиональности подготовленных документов. Если вы знаете такую службу, я буду вам очень признательный, если вы мне подскажете, потому что в ходе своей работы у меня также возникают вопросы, и когда я в суде заявляю, ну, выдаю вопрос в суде, говорю, в ваша честь, документы составлены непрофессионально. Судьи отвечают, к сожалению, на данный момент у нас отсутствует какая-то экспертная служба, которая может дать оценку профессиональности подготовки документов. Если не рассматривать вариант службы, наверное, логичным вариантом во всей этой ситуации будет анализ действующего законодательства, который един для всех, да, на предмет действительности того, что правильно ли с учетом положения действующего закона выработана позиция. Вот я могу сказать, что без обращения к финансовому полномоченному, да, в рамках спора применительно к финансовым услугам, исковое заявление подлежит возвращению. А у вас среди подготовленных документов обращения к финансовому полномоченному нет. Также это вопрос уже, конечно, доказывания, но все же, наверное, как профессиональные организации должны были немного оценить момент доказывания вины именно банка, потому что просите это деньги с банка взыскать, но непонятно, почему просим взыскать деньги с банка в отсутствии доказательств именно вины банка как таковой. Ну, вы же понимаете, мы гражданская организация, не можем доказывать вину или невиновность. Нет, вина в том числе... Вина оказывается в суде. Нет, 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 тут все, значит, повезет подмена понятия, мы говорим о не вине с точки зрения приговора суда, а вине в данном случае... Действия. Либо действия, либо бездействия. Действия, бездействия. В гражданском законодательстве, да, потому что если вы... Вы же знаете, что это только тоже суд. Нет, ну, вину устанавливает-то суд, это все понятно. Вопрос только в том, что, наверное, доказать, доказать. Ну, вот я бы хотел спросить, какими средствами, исходя из документов, планировалась ваша организация, поскольку было вменено представление интересов в суде, вы планировали доказывать соответствующие обстоятельства? Да, я вам могу. Давайте. Как сказал мой преподаватель, судья с 20-летним стажем, южпруденции нету правильных или неправильных ответов, южпруденции есть аргументированные или слабоаргументированные согласен. Пускай ваш преподаватель молодец. Давайте так, вот сейчас... Ну, я думаю, что он молодец. Давайте мы на вас в суд подадим, вот, по взысканию вот этих 100 тысяч рублей. Пожалуйста, подавайте. Это ваше право. Ну, вернее, не ваше право, а в право... Какое право это? Откуда у меня такое право подавать? В суд. Суд имеет право подавать ваша доверительница. А вы, поскольку ее представляете интересы по доверенности... В суд мы будем подавать, например, не на организацию ЦПЗФ, а персонально на вас. На меня? Да. Подавайте. Ну, понятно, что подавайте. Что в результате будет? Мы знаем точно ответ? Вот сейчас, в данный момент, сразу, что будет? Если вы на меня подавляете? Я думаю, да. Ну, какой ответ? Вам откажет. Правильно. Точно так же нам и откажет, если вы вводите в банк, чья вина, чьей вины. Нет вообще в этом. А вы пишите исковую в банку. Понимаете? Да теперь о чем я говорю? Вот и все. То есть вы готовите документ такой, что клиентка просто... Мы можем ради смеха направить это исковое заявление в суд. Вот это? Конечно. Которое вы подготовите. Потом получаем определение суда. И говорим вопрос. Ошибается судья или нет? Ну, вы, естественно, расскажете. Ну, Краснов не вы. Краснов расскажет. Ну, судьи такие у них бывают, это там все, да. Они такие безобразие. Давайте сейчас обжалуем определение, еще к сапничку несите. У меня потом лично к вам будут персональные предложения. Ух ты. Лично ко мне? Ну, к вам ко всем. А. У меня есть тоже несколько юридических организаций. Заказ принимать. Ну, мы по закону не работаем. Ну, что вы хотите нас туда толкнуть-то? На преступную стезю? А вы сейчас... Мы сейчас это... На добровольных началах? Конечно. Я да. Так я вам тоже предлагаю на добровольных началах. Нет, если вы хотите купить... Или у вас как-то выборочно. Да. Если вы хотите купить... Я не хочу... Лицензию на использование видеоматериала. Пожалуйста. Нет, я не хочу. Если вы такие борцы за справедливость. Вы должны бороться со всеми юридическими компаниями. Хорошо. Вы своих коллег знаете, да? Да. Коллег знаете, с чем не надо бороться. Конечно. Копию снимите, пожалуйста. Да, пожалуйста. И с отметочкой, что приняли. Ну, скажем так, откровенно положи сердце на руку. Нет, наоборот. Ну, руку нажишь. Ну, ваша компания тоже имеет. Что? Что-то имеет. Что-то имеет. Так, вас устроит. Так, все, Саджуевич. Да, с датой нас устроит. О, печать красного. Фоксимильная, да. Фоксимильная, да. Понятно. Станислав Петрович, ну, смотрите, варианта сейчас два, как мне кажется, да? Мы, конечно, заявление ставили. Вы на него ответьте. Но позиция наша следующая. Мы бы не хотели, чтобы ваша организация... Ну, мягко говоря, получала денежные средства то, что было сделано некачественно и было сделано после подачи заявления. Доказывать, конечно, мы это будем всеми доступными способами. Для начала получим от вас ответы на подписание документов о сдаче приемки оказанных услуг. Второй момент, который нам тоже не очень хотелось бы инициировать, можно, конечно, сейчас вызвать там отдел по борьбе с экономическими преступлениями, разъяснить вопрос, почему удерживаете денежные средства, которые признаете, почему на кассе у вас там денежные средства по счетам не бьются и тому подобное. Долго, муторно не хочется. Поэтому хотелось бы, чтобы вы все-таки попросили... Мы личность обручивать ничего не имеем. Просто разведитесь в наших клиниках не нормально. Мы же понимаем все прекрасно, что вот это, что вы сделали, неправильно. Мы просили перечислить денежные средства на те ликвизиты, с которых производилась оплата. Она оплатила карточкой, и по чекам, которые есть, у вас должно быть пробить с какого-то. Я надеюсь, у вас уже не составит труда предоставить новый ликвизит для оплаты денежных средств. Нам труда не ставит, Санислав Павлович. Нам бы просто хотелось, чтобы, когда клиенту придет счастливые смс о возврате денежных средств от вас? Я вам скажу, что если вы сейчас, ну или вы, кто-то предоставит нам реквизиты по перечислению денежных средств, они вот эта сумма 66 тысяч, ну сколько там обещали, она будет перечислить. А остаток? Ну остаток, поскольку это у нас является спорной суммой, как я понимаю, он может решиться двумя путями. или первый путь, это в судебном порядке путем переговоров между вами и нами, как я вам объяснял, нормальные обстановки, то есть вы, я, представители организации или ваш доверитель, или без вас. Все готовили, вроде контактами обменялись, на звонка не поступило. Да, а зачем мне звонить, если вы решили принять и выплаты денежных средств, как вы поняли, по доверенности я не принимаю. Хорошо, тогда... Я могу принимать, участвовать в переговорах, обсуждать этот вопрос. Или второй вопрос, вы сами прекрасно понимаете, это решение вопроса в судебном порядке. Суд будет, конечно, гражданский, будет уголовное дело, вы понимаете? Краснов, написав вот эти документы, написав вот этот ответ... Вы задаете вопрос, какие пути решения вижу я-то, правильно? Я отвечаю, что я вижу два пути решения вопроса. Это третий получается. А это уже ваша точка зрения. А вы так не считаете? Ну... Ну вот как бывший сотрудник. Ну согласитесь, не подготовил бы он эти документы? Были бы гражданско-правые, наверное, и есть. А когда он подготовил, он осваивает деньги, пытается освоить, которые уже не принадлежали... У меня такое предложение у вас. Саниславович, у нас... Давай, если вы желаете, решите это в судебном порядке. Я же вам тогда еще, насколько я помню... Я вам скажу позицию, вашу позицию, наш разговор, я довел. Я сам согласен. Руководство не идет на контакт. Просто... Я готов дальше, повторно. Ну вы... Предлагаю вам решить этот вопрос в судебном порядке путем доверенности. Мы готовы. Я же вам... Те денежные средства, которые были заявлены в ответе, там, какая-то сумма, при составлении расчета, расчета, на который должны быть перечислены денежные средства, они будут перечислены в любом случае. Это понятно, Саниславович. Это я знаю почему. Это типа позиция, что чуть-чуть вернули, уголовки нет. Но просто все-таки подумайте над тем, что я сказал. Уголовка не от того, что вы частично деньги вернули. Понятно, я понимаю вашу позицию. Но здесь немножко, а вы наверняка в уголовном праве как бы лучше знаете, чем в гражданском. Значит, здесь-то другое. После расторжения договора вы осваиваете деньги, что запрещено законом. Вы не имеете права. То есть, грубо говоря, Краснов залазит в чужой карман. Все. Вот он состав. Нам просто хочется, чтобы вы своему руководству объяснили с позиции права. Не с позиции, там мягко говоря, давайте там вопрос закроем. Потому что вопрос интересен тем, что действительно, по нашему опять же мнению, имеются неопровержимые с нашей точки зрения доказательства, подтверждающие того, что услуги оказаны, во-первых, не своевременно, в какой части, не до момента расторжения договора, чтобы требовать их компенсаций. А второе, то, что оказано, да, по вашей точке зрения, оно оказано некачественно. И если мы все-таки не договоримся, понятно, что мы будем привлекать какие-то госорганы на предмет дачи заключения, в том числе и Роспотребнадзор, они имеют право выступать в качестве дачи заключения, да, у них такое право есть. Но мы все-таки будем на цель на то, чтобы господин Краснов, поскольку он подписался под этими документами, да, пояснил и нам, и сотрудниками Следственного комитета, которые будут заниматься этим вопросом, почему он счел, что нужно идти таким путем. Все прекрасно понимают, давайте так договоримся, просто реквизиты вам скинем, Владислав, вы просто подумайте и подсудите с руководством, вот какие деньги... Если вы решили думать, на реквизиты, которые вы скинете, вот эта сумма 66, ну, я не помню такую сумму, она должна быть 50,000... Понятно, а вдруг куда вы решите 166, полностью под договор, или может быть 146, предположим, как-то по деталам, и все. Алло. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Я куда попал? Это центр правопомощи. Да. Слушайте, у меня такая ситуация произошла, я купил iPhone 13 в магазине, но потом, после покупки и подписания договора, я понял то, что он некачественный, ну, там какой-то дисплей неоригинальный, мне кажется. Вот, я обратился к продавцу, они забрали его на две недели на диагностику, сказали то, что с iPhone все в порядке, деньги возвращать мне не будут. Можно как-то через вас решить, там цену узнать, записаться и прийти сейчас, к примеру, ну, я минут через 10 примерно буду на Невском, вот. Ну, смотрите, так, сейчас я посмотрю графику графику, так, ну, в принципе, да, специалист там. У вас документы есть с собой, да? А какие документы нужны? Ну, договорку про что у вас есть? Ну, наверное, да, есть. Смотрите, подъедете тогда на Невский 88, арка там будет, в арку зайдете, вот. Как подъедете на Невский 88, там будет вывеска розовый кролик. Маму надо дать через 100, можете мне набрать, я вас ориентирую, куда зайти. Я предупрежу, сотрудник вас примет. Да, хорошо. Все, что имеется, с собой возьмете. Примерно через сколько будете говорить? Ну, я говорю, минут 10-15 примерно, как-то так. Все, хорошо, давайте. О, Алексей Олегович, здрасте! Наш добрый друг, давний. Проходите пока, присаживайтесь. Проконсультируете? Да. Спасибо. Здравствуйте. О, Люция, Люция, здравствуйте. А вы в ЕЦПЗ же работали, правильно? Нет. Там в мошеннической конторе, какое дело возбудили. Так, все. Люция, а вы больше не работаете в ЕЦПЗ? Нет. В этой мошеннической конторе на Невском? Пойдите, сядьте на ресепшн сначала. Я сам решу, куда мне ходить. Уважаемая дама, вы кто? А вы кто? Я гражданин Российской Федерации. Я гражданин Российской Федерации. Я гражданин Российской Федерации. Но здесь вы кто? Гражданин или работник? Я вас не знаю, не хочу. Вы не хотите? Ну ладно, не разговаривайте. Где дело возбудили? Не работаете больше? А заткнулась компания. А люцию-то зачем взяли? Там же дело возбудили уголовное, по мошенничеству. Где? На ЕЦПЗ бывшее. Правоконсалт. А я не в курсе. Как вы не в курсе? А закрывается компания? А? Закрыта компания. Ваша? Как это? Мы только что звонили, все сняли. А, Алексей Олегович, вы ябеды оказывается, да? Кто я? Ну жалуетесь. На кого? Я жалуюсь. На меня. Алексей Олегович, знаете, наверное, как руководитель компании, что у нас с вами тяжко идет, ну, с клиентом в суде, представляет ваши интересы. Почему он свои перетерил? Контреты Пукина. Вот. Мы что хотели бы запрос вам оставить, но поскольку ваш коллега, который ходит на заседание, сообщил о том, что якобы есть документ определенного, подтверждающий оказание вами услуг юридического характера в обосновании того, что деньги, часть вы вернули, часть не вернули. Вот. Я бы хотел оставить запрос в случае, если вы там откажете в его удовлетворении, чтобы были основания через суд эти документы истребовать. Вот. Оставить вам запрос на предоставление документов. Вот. У вас какой вопрос? Что принять надо? Просто так? Вот. Смотрите. Два идентичных заявления. Заявление-запрос. У нас, напомню, идет тяжба в Невском районном суде. Приходил ваш коллега. Кто именно? Ну, к сожалению, представите, я не помню. Мы с ним в прошлый раз беседовали у вас. Это директор? Ну, директор, я не знаю. Вот. Он приходил на заседание и сказал, что якобы в вашей организации есть документы, подтверждающие оказание услуг клиенту в обосновании того, чтобы денежные средства не возвратили в них полном объеме. Вот. В целях состязательности процесса также соблюдения прав и законных интересов клиента мы бы хотели получить от вас, как представителя клиента, соответствующие документы для их приобщения в суд. Все. Давайте я вас заявление приму. В течение 10 дней я расскажу. Это вам официально порядке ответ предоставить. Хорошо? Александр Ильич, дело в том, что эти документы, по идее, вас должны храниться здесь и сейчас. Скоро вы на них ссылались. Владислав, я напомню. Владислав, я вам объясняю. Данный документ находится у нашего учредителя. Давайте я всю информацию передам. Вы можете оставить свой номер телефона. Номер телефона здесь указан. Вы можете, пожалуйста, звонить. А учредитель у вас кто? Я у вас приму документы. А учредитель, там доска есть. Там написано все. Доска, запись. Там все написано. Там написано информация. ННН, КПП. И там все прилегающие. Как далее, да? Я могу учредить центральное направление. Алексей Олегович, а вы удивительную карьеру сделали за 3 месяца. От охранника до кого? Кто теперь? Я охранник отработал. А так и есть? Да. Опять охранник принимает? Ну тогда хоть не в шортах, ладно. Я не собираюсь с нами разговаривать. Почему? Алексей Олегович. Вы хотите, чтобы вас заявляли? Да нет, мы просто общаемся. Мы же добрые друзья старые. Алексей Олегович, а вы ошибаетесь? Мы же старые. Как не Алексей Олегович? Да, да. Да. Да, да. Куда вы укладывать будете, Алексей Олегович? А вы знаете, мы жаловаться не будем. А как фамилия у вас? Моя фамилия? Да. А вам зачем? Ну нет, представьте. Вот меня зовут. Вы знаете, как меня зовут? Ну вы сказали, что вы не Алексей Олегович. Ну я вас прошел. Меня зовут Игорь Владимирович. А вы кто? Хорошо, я не буду с вами. Так, мы вам предоставим ответ? Я буду ожидать. Мы же не против. Мы пришли, подать запрос. Все. Ну вас приняты. Ну давайте еще и походите. Вещим связь с вами. Вы пойдите, там поговорите. Алексей Олегович, то как вас зовут-то? Алексей Олегович или Ветёк Суне? В смысле? Ну, понимаю. Почему? Есть? Как нет. А вы кто? Нет. А вы смотрите, вот когда мы зашли, вы были без маски. Если вы хотите, мы можем сейчас повторить все заново. Вызвать полицию? Я ничего вызывать не буду. Есть вас? Нет, я вызову. Вопросы есть? Да. Почему здесь маски были? Ну я в маске. Нет. А когда мы пришли, нарушали? Не работали? Да. А как мы попали сюда? Ну потому что вас попросили вынажать на кнопку. Нет. Мы записались к вам на прием. Как? По телефону. Да и все зафиксировано, Алексей Олегович. Ну что такой сложный? Все, у вас есть вопросы? Да. Да. У нас был вот этот вопрос. И я думал, что к нам, поскольку вы руководитель, я так понимаю, что мы подбеседуем по всей этой ситуации. Опять им бери. Нет. Ну какой просто, да, отвлекаете меня от работы. Какой вопрос? Алексеевич, вас нисколько не отвлекаем. Я думаю, вы здесь не последний человек в этой организации. И мы поэтому хотели бы у вас уточнить. Вот по материалам дела ваш представитель пришел и сообщил о том, что вы успели клиенту оказать за один день с момента нашего визита услуг аж на 90 тысяч рублей. Вот возникает вопрос. Вы как тогда эти услуги оказываете? Я вам на этот вопрос ответить не могу, так как я в принципе не знаю, в чем проблема, что это за клиент. Вы немножко приходили по одному клиенту. У вас приняли сейчас все это заявление. У вас приняли. По заявлению я даже вам вопросов и не задаю. Все, вас с вами связь с вами объясняют. А если нам не объясняют? Я не победитель в этом вопросе. Это не мой клиент, я не знаю. Правильно? А чей-то клиент? Можем эту сотрудника производить? Именно нет. Сейчас нет этого сотрудника. А сейчас только сотрудника нет. Почему ломается? Он был сломан. Вот так вот. Просто чтобы вы красиво смотрелись. Алексей Олегович, поделитесь своим... Своим успехом как от охранника за три месяца. Я не готов отмешать. Не сил из вас выбивать объяснение показаний, Алексей Олегович? Алексей Олегович. Нет, я же вам объясняю. С вами свяжется. Я услышал вас и мы будем ждать звонка. Вы же помните, мы... Алексей Олегович, поделитесь успехом перед зрителями. А, все, да? Ой, интим. Нет, а мы не будем больше говорить, да? Да нет, все равно. Вы гоняете нас. Ребят, пойдемте взять себя в спорожную. Да ладно, ну давайте поговорим. Ну а че вы такой негостеприимный, Алексей Олегович? Слушайте, ээээ... А вы всех собрали, мошенников, здесь? Да, я те tables. Вы тут теперь попал работать же? Ну вы только что видели же ее, мы же ее зафиксировали на видео. Что вы, аа, вы там работаете? Гранит М? А кем вы там? Кем вы там? Нет, ребят, ну давайте вы освободите男... прайс лист на услуги дайте мне как потребителю то есть вы официально закрыты отлично вот сейчас мы покажем что вы официально оказывается закрыты все еще поняли то есть но вы мужчина правильно сказали закрыты значит а на самом деле почему не решить вопрос клиентам зачем ну решите вы нормально как я решу вы не объясните ну чём я консультирую я его вообще не знаю как не знаю я заключаю я заключаю как фамилия кирилла я же вам документ сегодня передано мой договор не понятно что он на организацию это понятно давайте закроем вопрос да и все и будем добрыми друзья а учитывая то что вы всех мошенников сюда на работу принимаете вот большой вопрос ну я уже говорил знаете александрович вы сказали что сегодня передайте информацию запускайте запускай я у вас как нормальный человек взял заявление при этом не привезли не привезли нормально пообщаться пообщаться ничего 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 мы с вами решили бы вопрос вот нормально почему да и что и не было ничего сразу изначально вы бегали тогда кричали ругали к нам было подойти нормально объяснить мы подошли нормально и потом созванивались ну как почему позорит меня в инстаграме что вам это да почему позорит что вы сами себя подорит вы даже не знаете как меня зовут ну правильно Алексей Олегович все как нет микроскоп 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 ваш руководство о вернее моя руководство с вами все не свяжется спасибо договорились конечно все отлично будьте здоровы и живите богатым вам здорово молодой лайк твою твою Субтитры подогнал «Симон»!